Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и в ближайшие несколько минут я буду вам рассказывать о настольной игре в мире Ведьмака. Буквально через несколько дней выходит последнее дополнение к третьему Ведьмаку, и выяснилось, что я рассказал ещё не обо всех интересных играх из этой вселенной. У меня есть видео и о романах, и о всех частях Ведьмака, ссылки на них находятся в верхнем правом углу, белая кнопочка I, нажимайте и переходите, и смотрите, если вы ещё нет. Итак, The Witcher Adventure Game. Делаю я обзор на версию для персональных компьютеров, но есть оригинальная, конкретно настольная игра, так что если вы захотите сыграть, так сказать, живьём в тесной компании, то ищите и покупайте. Также обращу ваше внимание, что эта настольная игра по Ведьмаку вышла между второй и третьей частью основной игры в 2014-м, поэтому вот музыка, рисовка персонажей и так далее почти полностью перекочевали именно из второго Ведьмака. И ещё одно уточнение. Если вы всё-таки купите игру в Стиме или там в Гоге, где угодно, в общем, будете играть на персональных компьютерах, то имейте в виду, что официальной локализации на русский язык нету, есть только английская и польская версии. Но, как видите на своём экране, я почему-то играю на русском языке, причём, по-моему, русификация замечательная. Всё дело в том, что нашлись волонтёры, которые сделали русификатор, я так понимаю, именно используя настольную игру, и в руководствах в том же в Стиме, если вы зайдёте в руководство к игре The Witcher Adventure Game, вы этот русификатор найдёте и спокойно поставите. Я вам даже это рекомендую, потому что без чтения того, что написано на картах, львиная доля удовольствия от игры пропадает. Теперь непосредственно к механике. Можно играть до четырёх человек. В начале игры вы выбираете, за кого играете. За Геральта, за Трис Меррегольд, за Лютика или за Ярпина Зикрида. Выбор персонажа — это не пустяк, потому что будет влиять на ваш стиль игры. Каждый персонаж действует по-разному. Геральт, понятное дело, больше любит посражаться. Трис решает вопросы магии, да? Лютик — такой хитрован, который пытается всё через обман и своё смазливое личико решить. Ну и гном Ярпин, который пользуется помощью сподвижников своих. Так что выбор вашего персонажа действительно очень сильно влияет на прохождение, на ресурсы, которые вам надо добывать и так далее и тому подобное. В начале игры вы выбираете длительность. Есть быстрая, средняя и долгая. Это зависит от того, сколько квестов вам надо выполнить. Ну, в быстрой я вам не рекомендую играть, потому что в быстрой выполнить надо только один квест. И по-хорошему, кто первый его выполняет, тот и побеждает. Это не очень интересно. А вот в средней скорости уже надо три квеста выполнить. И тут уже получается, что необязательно, совсем необязательно, что тот, кто первым выполнит три квеста, тот и победит. Потому что побеждает набравший больше всего очков победы. И очки победы начисляются не только за выполнение квестов. Ну, а долгая игра — на пять квестов. Так вот, в начале вы выбираете из двух предложенных квестов один и следуете этой карте. На карте квеста написано «Основной квест», два побочных и «Помощь от союзников». Естественно, я вам рекомендую внимательно прочитать, что на картах написано. Даже художественный текст, потому что таким образом вы, собственно, и погружаетесь в атмосферу игры. Становится интересно играть. И никто вас не заставляет выполнять побочные квесты, например. Достаточно выполнить основной, и квест завершится. Но таким образом вы получите меньше очков победы. А вот для завершения основного квеста вам надо получить доказательства. Сверху написано, сколько доказательств требуется. И они отмечены разными цветами. Синим, красным и фиолетовым. Красные доказательства связаны с битвами. Синий с магией и фиолетовый с решением нейтральным или, если хотите, с помощью хитрости. И в зависимости от того персонажа, за который вы играете, у вас с разной скоростью эти доказательства будут собираться. Чтобы получить доказательства, вам надо собрать какое-то количество улик. Вы видите, на карте в разных поселениях, по которым вы ходите, клетки отмечены разными цветами. Вот когда вы приходите в это поселение, вы, собственно, получаете улику того цвета, который выберете. Ну, а в некоторых местах нельзя выбирать вообще. Для основного цвета персонажа достаточно всего две улики, чтобы получить доказательства. Вот Геральт у нас идет по красной дорожке. То есть для него основные квестовые карты, происшествия и прочее красные. Поэтому для него, чтобы получить красное доказательство, требуются всего две улики. Соответственно, для Трис, чтобы получить доказательства голубого цвета, синего, требуются тоже две улики синего. Ну, а для Лютика, Фиолета, ну и так далее. Когда вы соберете требуемые доказательства, вы можете идти в ту местность, где заканчивается ваш основной квест. Иногда еще требуется с кем-то подраться в конце основного квеста, но итог битвы никак не влияет на завершение. То есть квест основной все равно будет завершен, и вы получите очки победы. Просто победив монстра, вы еще можете получить какие-то дополнительные плюшки, бонус или наоборот штраф, если вы ему проиграете. Но пока вы собираете улики и доказательства, требуемые для завершения основного квеста, вы можете выполнить и побочные, они там совершенно разные, либо потратить какое-то количество улик другого цвета в определенной локации, либо просто посетить эту локацию, и таким образом завоевать дополнительные очки победы. Чтобы жизнь медом не казалась, в локациях постоянно возникают новые монстры или жетоны злой судьбы. То есть там есть еще отдельная такая колода судьбы, где вы вытаскиваете обязательно что-то не очень приятное для вас. Как есть собственная колода удачи. Правда, обычно оттуда карту дают только когда вы основной квест выполните. Это видео создано при поддержке справочника и карты 2GIS. В мобильном 2GIS есть возможность быстро авторизоваться через социальные сети. Избранные адреса будут храниться в личном кабинете и синхронизироваться на разных устройствах и в онлайн-версии. 2GIS, если быть точным. У каждого персонажа есть 6 возможных действий. Два действия передвижения. Первое это в соседний город. Второе это через город, но при этом вы тратите как бы все действия и еще и вынуждены вытаскивать карту злой судьбы. 2GIS, расследование, развитие и кнопка отдыха есть у всех трех персонажей. Расследование дает вам возможность вытянуть одну карту из трех колод. Сражение магии или дипломатии. То есть самый красный, синий и фиолетовый. И получить последствия, которые на этой карте написаны. Развитие это игрок вытягивает из колоды развития своего персонажа две карты и одну из них оставляет. Вот, например, для Геральта это обычно какие-нибудь знаки, там, Квен, Игни, прочее, прочее, которые ему помогают в бою. Для Трис это всякие заклинания, которые тоже можно использовать на карте, в течение боя и так далее. Я вот, например, рекомендую в начале игры именно больше внимания уделять развитию. Побольше карт вытянуть, когда у вас уже их достаточно и вы чувствуете себя уверенно продолжать игру. Ну, а кнопка отдыха, понятно, в течение игры вы получаете ранения, иногда даже отравления. Так вот, чтобы эти ранения снять, а тут еще интересная механика. Ранение означает, что вы не сможете воспользоваться какой-то вот из этих шести кнопок действий персонажа. Причем вы сами выбираете, куда ее разместить. Вот, например, если вы размещаете на кнопку путешествий, то все, вы уже ходить никуда не можете. Вам надо сначала вылечить это ранение, чтобы воспользоваться кнопкой. Ну, и то же самое, если вы там разместите на расследовании или на развитии. И последняя, шестая кнопка, это кнопка спецспособности. Вот эта кнопка разная у всех четырех персонажей. Геральт варит зелье, он таким образом вот заряжает те карты развития, которые к нему пришли. Трис, наоборот, заготавливает заклинания. То есть, в основном, это кнопка для заряжания своих карт способностей, которые вы достали во время развития себе. Лютик песни поет и получает два золотых за раз. А его карты развития как раз, собственно, за золото заряжаются. И вот, кстати, у всех персонажей разные ресурсы требуются для того, чтобы вообще играть или выиграть. Ярпин призывает собратьев, которые помогают ему в странствиях и так далее. Если вы встречаетесь с монстром, то битва происходит за счет кидания костей. Опять же, есть основная, ну, лучше так скажу, в игре есть два вида костей. Боевые и кости героя. Так вот, боевые, они общие для всех. Их три штуки, они только в бою используются. А кости героя используются, они добавляются в бой. Поэтому, например, у Геральта их больше всего, у него их три штуки. А у Трис всего одна кость, собственно, как и у Лютика и Ярпина. Но при этом вот эти кости героя еще используются в разных событиях. Потому что там можешь пройти испытания и так далее и тому подобное. Так вот, если во время боя на костях выпали те кости, которые требуются для победы над монстром. Причем обычно требуются два вида костей. Нападающие и защитные. Значит, вы побеждаете и получаете то, что на карте этого монстра написано. Если же что-то из требуемого, либо нападения, либо защиты не выпало как надо, то вы получаете либо штраф, либо какие-то последствия. Но понятно, что не всем хочется воевать. То есть, в принципе, заточен на битву с монстрами один Геральт. А у Ярпина еще есть возможность использовать своих компаньонов. А вот Лютик и Трис обычно избегают конфликтов. Ну, я вот вам так рассказываю о тактике уже. Не знаю, сложно ли выглядеть для вас описание, но мне было достаточно сыграть одну партию, чтобы в игре разобраться. Лично мне было интересно. Однако, в игре есть некоторые проблемы, с моей точки зрения. Одна из главных проблем, возможно, которая не всем понравится, это то, что по-хорошему, на самом деле, несмотря на то, что тут четыре персонажа, и, например, вот вы соберетесь вчетвером с друзьями, там, неважно, за компьютером, или сидя перед настольной версией игры. Так вот, несмотря на то, что вы будете играть вчетвером, у вас будет полное ощущение, что вы играете один, потому что взаимодействий между персонажами в этой игре практически нету. Да, вы можете тут небольшую падлу сделать, например, в район, где находится соперник, разместить какого-нибудь монстра, но на самом деле это все, и это не так часто выпадает, и на стратегию игры по-хорошему не влияет никак. В основном вы будете сосредоточены на том, чтобы выполнять свои квесты, то есть вот на своем персонаже, и не будете там смотреть, чем занимаются другие, потому что это вам никак не поможет выиграть. Есть еще на ваших картах квестов возможность помощи, то есть если вы находитесь в одной клетке с вашим соперником, и видите, например, у него на карте квеста, что ему в помощь можно потратить три золотых, то вы как бы тратите эти три золотых и получаете очки победы за вот этот дополнительный вспомогающий квест. Но, опять же, это вы себе делаете, на соперника это никак не повлияет, поэтому тут нету вот веселых моментов в стиле гремлинов, или зельеварения, ну, многих, в общем, настольных игр, о которых я вам уже рассказывал, где вы мешаете сопернику победить, и прочее, прочее. Зато вот в эту игру действительно интересно играть, если вы читаете все, что вам приходит на картах, вы ощущаете себя в этом мире. Визуально все сделано прекрасно для настольной игры, поэтому если вы фанат вселенной Ведьмака, то я вам строго рекомендую эту игру для покупки. Если просто любитель настольных игр, то я не думаю, что эта игра вас разочарует, просто будет, ну, интересно в нее поиграть, действительно. Вы откроете для себя мир одной из самых проработанных вселенных. По поводу того, как тут искусственный интеллект, ну, слабоват. Я думаю, игры 3-4 с ним еще интересно повозиться, но потом лучше искать живых соперников. И в этом плане тоже есть проблемы, то есть если у вас есть друзья, и вы друг для друга купите, в общем-то, 4 версии Witcher Adventure Game, то будет интересно играть. А так в онлайне я только 2 раза смог сыграть в онлайне, и то набралось только 3 соперника. Ну, 2 соперника у меня было, то есть втроем играли. А так есть лобби, конечно, там ищутся люди, но вчетвером ни разу не получилось, и то еще ожидать пришлось довольно долго. Да, еще сразу отмечу, есть такой, ну как, я не думаю, что это баг, но проблема в том, что игра об этом никак не сообщает. Пока вы не выиграли игру против компьютера, вас в лобби к живым соперникам пускать не будет. Причем это довольно странно сделано, мне просто писалось, что ваша версия игры не зарегистрирована, войдите в свой аккаунт в стиме или в гог, тогда вы сможете играть онлайн, хотя на самом деле я, естественно, был в стиме как по-другому. И вот оказалось, что было достаточно победить искусственный интеллект, тогда вас пускали. Ну, и на этом все, вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша Играет, не забудьте подписаться, пользуйтесь 2GIS, и играйте в умные игры. Спасибо, что застарели до конца, я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы застарели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все, играйте в умные игры.